Здравствуйте, меня зовут Гуар, я участница второго марафона женственности и хотела бы немножечко рассказать о том, что мне дало участие в марафоне, что я из всего этого вынесла. Первое самое главное для меня это было выключение режима робота. Как выразилась Ольга, только после того, как мне удалось это сделать, я поняла, что на самом деле произошло со мной в течение этих трех месяцев, и что происходило на протяжении предыдущих многих-многих лет. Получилось так, что мне долгое время приходилось работать в очень интенсивном режиме, работать в сфере, которая не очень способствует развитию, становлению и сохранению женственности. Я по специальности тележурналист, и в голове на какой-то момент была просто каша из чужих мыслей, чужих слов, чужих идей, каких-то событий. Я потеряла связь с собой, свой собственный внутренний диалог. Меня это очень мучило, но я не могла осознать, что происходит. И вот эти три месяца осознанности, они меня вернули в прежнее русло, когда я вела дневники, когда я могла понимать, что со мной происходит, анализировать причины, что, как и почему. К тому же было дано очень много информации для размышлений, были полезные задания, которые помогли вернуть меня прежнюю и поставить на путь развития. Я очень за это благодарна. Это было основное, что мне требовалось на данный момент. Я очень многое осознала в отношениях. Я поняла, в чем проблемы в нынешних моих отношениях, которые для меня актуальны. Это муж, мама и сын. Получилось так, что после очень активного общения и включенности в окружающий мир, в социальную среду, я просто оказалась после рождения ребенка заперта в четырех стенах и очень страдала от этого, потому что 300-400 человек в постоянном круговороте. Для меня это было нормой общения. И вдруг я оказываюсь заперта в четырех стенах, я стала просто биться головой об стенки, пока не поняла, что судьбой было мне это дано не случайно. И что это было нужно именно сейчас, чтобы помочь мне осознать проблемы в отношениях с самыми близкими мне людьми, встать на путь решения этих проблем. Я не говорю, что проблемы решены, потому что три месяца это слишком мало. Я встала на путь решения этих проблем, я вижу векторы, я вижу направления, в которых надо работать. И за это тоже я очень благодарна марафону. Я благодарна судьбе, что статьи Ольги, что сайт Ольги и марафон вошли в мою жизнь именно сейчас, когда это было мне катастрофически необходимо. Я наконец-то осознала и поняла, что все люди в нашей жизни это наши учителя, особенно те, кто оказываются в непосредственной близости от нас, наши родные, наши близкие, с которыми мы общаемся каждый день, каждую минуту. И что все проблемы в наших отношениях это не повод падать на пол и биться в истерике, а это повод заглянуть внутрь себя, понять, что же я делаю не так, что же не так в моем подходе к жизни, к людям, к близким, где-то задавить свое эго, где-то поработать над собой, перестать осуждать и понять просто причины, стараться понимать своих близких и лучше понимать себя. Мне очень помогала необходимость делать каждый день что-то для себя, я от этого очень отвыкла, и это мне помогло повысить самооценку и стать лучшей мамой для своего сына, лучшей женой для своего мужа, лучшей дочерью для своей матери. Это помогло мне наполниться. Раньше мне было почти нечего им отдавать. Сейчас внутри меня гораздо более наполненная личность, которая готова двигаться дальше, готова отдавать. Любовь готова совершенствоваться и помогать совершенствоваться своим близким. Я нашла наконец-то вектор развития отношений и решения проблем в отношениях с мамой. У меня очень чудесная мама, и я наконец-то смогла это осознать. Я смогла понять и осознать, как много сделал для меня в жизни папа, которого, к сожалению, сейчас нет. Но это было для меня очень важно. Я стала более хозяйственной, я поняла всю важность того, что наши ежедневные обязанности это не просто механическая работа, которую мы должны выполнять, а они имеют глубинный смысл, смысл служения. Я даже не представляла, как выполнение ежедневных женских обязанностей может напрямую отразиться на атмосфере в семье, на отношениях между членами семьи. Для меня это было открытие. Простая, по сути, истина, она стала для меня открытием, что, разбирая завалы в шкафах и наводя там порядок, я навожу порядок в своих мыслях и в своей жизни. Я это почувствовала, просто физически почувствовала на своей коже. Что я еще хотела бы сказать? Я не ожидала, что мне удастся так гладко выразить все свои мысли. Я думала, сто раз придется останавливать запись, а слова просто сами идут. Вот я не ожидала этого. Мне удалось, вернув свой внутренний диалог, мне удалось вернуть свое вдохновение. Я с детства писала стихи, и в какой-то момент, когда я стала роботом, я иногда садилась за чистый лист бумаги, и он оставался чистым, либо я писала какие-то строки, которые сама же потом стирала, потому что понимала всю бессмысльцу, которую я пишу, просто пытаясь рифмовать слова, пытаясь вернуть что-то, что от меня ускользало. И вот ко мне вернулось мое вдохновение. Я начала снова писать стихи, я начала творить. И одно из, вернее не одно, а даже самое первое стихотворение, которое я написала в марафоне, будучи его участницей, я хочу посвятить всем нам, всем женщинам, которые встали на путь развития, встали на путь возрождения своей женственности, всем, кому под тем или иным причинам, будь то буквально или фигурально, приходилось в жизни брать в руки меч, и прошлым поколениям тоже наших матерей и бабушек, посвящаю эти свои стихи, которые я назвала гимн женственности. Руки, державшие некогда меч, нежно легли на края колыбели, волны кудрей заструились с плеч, губы в ночи песню жизни запели. Перед иконой не гаснет свеча, и в очаге разгорается пламя. Не ощутишь больше тяжесть меча, лишь колыбель закачаешь руками. Пусть иногда в твоем голосе сталь, в памяти битвы и грохот металла, Пусть дней ушедших немножечко жаль, и ты сегодня ужасно устала. Но вырастет сын, ты ему объясни, лучше б мужчины в войну не играли, а силу свою всю для нас берегли, чтоб женские руки меча не держали.